Салют всем, на связи Савченко Фуан, также известный как Дон Хуан, ваш любимый гид по непроходимым джунглям битмейкинга. И добро пожаловать на мой канал. Сегодня давайте просто пофантазируем на тему того, как бы я писал гитарный трэп бит для Juice WRLD. И начнем мы прописывать наш бит с чего? Правильно, именно с хай-хетов. У хай-хетов будет очень простая партия, то есть делаем вот так и размножаем это дело на 4 такта. И еще добавим дополнительный хай-хет вот в этих местах, вот таким образом. И сделаем его еще капельку тише. Угадайте, что будет дальше? Правильно, Open Head. Open Head будет звучать вот на этих местах, и каждый второй такт мы сделаем слайд вниз. Отлично, следующим делом мы пропишем с вами партию Рима. Так. Оп. С помощью Ctrl-B клонируем наш такт. Все. Отлично. И давайте сразу добавим snare, чтобы звучало пожирнее. Клонируем. И здесь добавим еще вот. И теперь можно приступать к написанию гитарной партии. Я использую Direct Wave. Это стандартный фруктовый плагин. И прессит у нас Classical Acoustic. Он находится вот здесь. Заходите в PAX, Instruments, Guitar. И вот он, Classical Acoustic. Изначально он звучит вот так. Вот так. А с моими обработками гитара будет звучать вот так. На гитаре у меня висит эквалайзер. Дальше плагин Hardcore. Это стандартный фруктовый плагин. Здесь у меня висит педаль хоруса, педаль модулятора. И также кабинет модель G. Дальше еще немного эквализации. Стереорасширение и дилейчик. И запишем. Все. Теперь с помощью комбинации клавиш Alt-Q мы это дело выровняем. И после некоторых манипуляций выглядит это все дело вот таким образом. У нас тональность до мажор. И здесь на канале со всеми инструментами я повесил питчер. Собственно с до мажор. Из этого получается такое зажеванное звучание. Ну я как бы об этом уже не раз рассказывал. И следующим шагом давайте добавим пианино. Я его наигрывать не буду. Просто покажу вам как оно выглядит. Мне очень нравится эта партия пианино. Она получилась такая чувственная. Здесь также видите имитация ручной игры. То есть все ноты звучат одновременно. А вот так как бы по порядку. И тут нотки посмещены у меня все. Я что-то делал вручную. Что-то при помощи комбинации клавиш Alt-S. Дальше я записал эту партию через Edison. Как я уже показывал неоднократно. То есть добавляем Edison. Выбираем здесь вот On Play. Нажимаем запись. Он записывает. И просто перетащил потом сэмпл на плейлист. И давайте вместе все послушаем. Теперь давайте усилим, скажем так, чувственность нашего пианино при помощи пэда. Пэд у нас звучит вот таким образом. Он еле как бы заметен. Но он добавляет красок к нашему пианино. Чтобы добавить еще больше чувственности. Мы скопируем эту партию. И добавим ее вот сюда. У нас вот такой звук. Только поднимем его аж на шестую октаву. Такой чувствительный космос какой-то. Сразу можно добавить сюда крэш. Ну и давайте добавим еще один звучок, который будет нам добавлять атмосферки еще. Чтобы не терять время, я просто покажу вам, как он у меня звучит. Сейчас сделаю его погромче. Такой прям очень атмосферный звук. Я на него повесил halftime. Один бар. Замедление на 40%. Получилось вот так. Он стал пожирнее. Плюс добавил сюда гроз бит. Вот с такой настройкой громкости. 1,4 гейт. И убрал микс до 40 где-то процентов. И послушайте, как это теперь все вместе звучит. Это просто... Просто шикарно. И давайте теперь добавим сюда пэт бас. Пэт бас. Это тот самый дрейк бас, который мы с вами накручивали в GMS вот в этом видео. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Давайте с вами добавим еще вот такой звук. Он будет бить каждую четвертую четверть в каждом такте. И теперь пропишем с вами то, без чего невозможно флексить. И это 808 бас. Раз, два, три. Поехали. Выравниваем при помощи комбинации клавиш Ctrl-Q. И... Бам! И теперь давайте добавим финальную вещь. Это кики. Я просто их скопировал, чтобы не тратить время. Мне очень нравится, как здесь играет бас с киком. У них такой своеобразный танец. Если мы глянем их отдельно. Очень классная партия у них двоих. Они мне прям очень сильно нравятся. В принципе, все. Сейчас я его структурирую, сделаю аранжировку, и все будет готово. По хлопку ладоней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот, собственно, и все. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Надеюсь, оно вдохновило вас на создание новых шедевров. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Также полную версию этого бита вы сможете найти на моем втором канале. сейчас высветится подсказка переходите туда подписывайтесь всех буду рад там видеть и всех благодарю заранее также там вы найдете ссылку на приобретение данного бита если вдруг захотите его купить и записать под него какой-то крутой трек и конечно же напоминаю что у меня есть очень крутые видеокурсы по созданию сведению и мастерингу битов в fl studio в домашних условиях без музыкального образования без дорогостоящего музыкального оборудования если вы хотите научиться делать классные биты то переходите по ссылке в описании ознакомьтесь с курсами выбирайте подходящие именно вам и добро пожаловать в армию моих учеников и также я провожу skype консультации на которых слушаю ваши биты комментируют даю какие-то советы и отвечаю на все вопросы по поводу консультации пишите мне в личные сообщения на этом на сегодня все всех обнимаю и благодарю за просмотр до скорых встреч в новых видео